В городе Константиновка Донецкой области всю ночь не стихали беспорядки. Разгневанные жители пытались призвать украинских военных к ответу. Накануне вечером силовики на бронемашине выехали на тротуар и задавили целую семью. Восьмилетняя девочка погибла на месте, мать с младенцем в больнице. БМП, как сообщают очевидцы, управляли пьяные военные. Их, конечно, задержали и пообещали наказать по всей строгости, но и жителям Константиновки пригрозили суровыми мерами. МВД Украины разрешило милиционерам стрелять на поражение в случае массовых беспорядков в городе. Алексей Багин следит за ситуацией в Константиновке. Сначала в машину бросали камни, а потом и вовсе попытались ее перевернуть. Жители Константиновки уже не разбирают, кто виноват в смертельном ДТП, а кто лишь приехал обеспечивать правопорядок. Разгоряченная толпа называет и военных, и сотрудников милиции, в общем, всех силовиков убийцами. Снимай! Снимай! И дети мертвые лежат! Сразу после ЧП к месту трагедии стали стягиваться сотни неравнодушных. Раздавленная коляска оказалась в эпицентре народного гнева. Украинские военные стартовали через пешеходный переход, сбивая все на своем пути. Вот так вот освободители Украины убивают детей. Сообщение о том, что два бойца украинской армии сбили на бронетранспортере детей, разлетелось по социальным сетям быстрее, чем приехала следственная группа. Очевидцы выложили в интернет видео и опубликовали призыв собираться на площади. Буквально полтора часа назад в Константиновке отважные украинские военные на тротуаре сбили женщин и детей. Один ребенок погиб, второй, который находился в коляске, находится в больнице. По утверждению тех, кто мне передал это видео, военные были пьяны. А уже ночью начались первые беспорядки. Кто-то принес к стенам общежития, в котором расквартированы военные, бензин и поджог покрышки. В окна здания полетели камни. Активисты требовали от властей наказать виновных, иначе грозили устроить немедленную расправу. Это пожарка. Если протесты местных жителей перерастут в массовые столкновения, украинской милиции разрешили стрелять на поражение. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Герасенко. Если кто-то в Константиновке с оружием в руках выступит против законно-украинской власти, используя данное ДТП какого-то для массовых столкновений, то сначала будет сделан один предупредительный выстав, потом будет стрельба на поражение. А если не будет времени предупредить, будет стрельба на поражение сразу же. Как сообщают официальные лица, двое военных, по вине которых погиб ребенок, уже задержаны. Оба доставлены в прокуратуру. Ввиду того, что предполагаемые виновники ДТП, военнослужащие, суд над ними, скорее всего, будет закрытым. Гриф секретности некоторые эксперты уже назвали удобным способом избежать публичной ответственности. Алексей Багин, Игорь Ширинов, 5 канал.